Всем привет! Хорош день для рыбалки! В общем, после прошлой неудачи я решил снова выбраться уже на водоем, но уже на знакомый, потому что там, где провалился, было у меня мало желания туда снова возвращаться, по крайней мере, сейчас. Но позже я туда обязательно вернусь. Сегодня, в общем, у меня такая цель ловить на жерлицы, балансиры, ратлины, силиконы. В общем, на все. Самое главное, чтобы клювала щука. Сейчас уже середина рыбалки, пока клюет, но не знаю, как будет дальше. По водоему я сейчас, я нахожусь на деревенском пруду. Глубины лова у меня сегодня будут такие от двух до трех метров и коряжники такой небольшой, точнее, как пеньки. А по морозу сегодня минус 9, довольно прохладно. И что довольно приятно, вот это то, что была у нас оттепель, оно все замерзло и получился двойной лед. То есть сейчас держит меня первый слой. Ладно, не буду томить, погнали ловить рыбу. Дошел я до нужных мест, про которые я вам говорил. В общем, сейчас я разбурил, буду ставить жерлицы. Кстати, жерлицы у меня будут новые. Я думаю, все уже такие видели. Так, сперва это вставляем. Плотненько. Я уже намотал их. Да, не той стороной вставил. У вас есть такой небольшой. И ставим катушку. В общем, вот такие жерлицы. Только надо будет подогнуть обязательно, чтобы не выскакивало. Ну, вот как они выглядят. Повыше, когда снег высокий. Нормально будет. Так, сперва отмеряем в глубину. Довольно спокойно идет. Так, все. Да, высоченный жутко, скорее всего, придется подпиливать. Повесим латвичку. Для меня это номер один. Какой там гальян. Латвичка лучше живется. Вот сюда такого карасика. Главное их часто шевелить, потому что карасик имеет такое свойство засыпать, когда ему холодно. А нам такое малоприятно. Не нужно. Вот и первый выстрел. На нем у меня. И хорошо мотает. Хорошо прет, да? Ах ты, сошла бы. Ну, все. Выставился. Искал свою. Напоминаю того, что стал бы уж очень длинная платформа. Надо будет, мне кажется, подрезать. Потому что, я думаю, 100% будет валять ветром, когда чуть сильнее. Пока держит. Но потом, я думаю, пипец. Сейчас набурю лунки. Для буансиров, ратлинов. Ну, там посмотрим. Поставим буансир изначально. Вот такой-то айсангел. Ну, и удочка. Будем пробовать. Был, походу, выстрел, а я не заметил. То есть, флажок улетел. И раскрутки нет. А, вон, смотрите. Чука. Ну, давай, давай. Давай, попробуем. Есть. Блин, сход. Ну, была щука. Такая, где-то в районе килограмма. Так, нужно что-то будет придумать с этими флажками, потому что это не дело. Ну, и на замену поставим вот такую плотвичку. Прям идеальный размер, я показал бы. Так, поставили. Вперед, дальше, балансирики. А вот ты первый щука на балансир. Вот это на бабахнуло. Небольшая. Как ты все-таки это выстрелил? Да. А ты не верил, что я поймаю на балансир. Хорошо, потащила. Круто. А что спрашиваешь? Нет, я говорю, посмотри. Любую. Симпатичный довольно балансирчик. Ну да, такое это. Начало есть, а уже довольный. Само собой, будем отпускать эту зверюгу. Ну и первую отпускаем в любом случае. Пока. Зови маму. Можно бабушку. Ну, наконец-то все-таки выждал, потому что было сколько? Три рыбалки я пробовал на балансир. Увы, ничего вообще не хотела. И тут только сейчас хоть первый хоть взяла. Ну, потащила знатно. Прям вообще круто. Ай. И обратите внимание, я же не катушкой тащил. Ну, ладно. Следующий попробую катушкой, если она будет. Надеюсь, что она будет. Но это себя надо переучить. Это себя буквально в смысле надо ломать. Потому что жидко непривычно. А, он крутит. Надо что-то с этим делать. Потому что это не дело. Опять выдрал. У меня тут оказывается тоже еще один выстрел. И опять вылетел. Офигеть, ожаривается. Купил хоть. Где я? Топ. Смотрите, выстрел. Офигеть. Похоже на выход. Конкретный выход. Что ж с этим делом не придумать, а? А проблема вся в одном. Видите, сюда надо сперва продеть. И прижать. И теперь она уже никуда не денется. Только другой стороной. А я просто, получается, оставил. И оно из-за этого вылетало. Ну, мы учимся. Сразу было видно, что выход. Хоть там, получается, на двух живец дернул. Это, скорее всего, щука просто спугнула. Потому что, ну, не может быть такое, что выстрел, где действительно щука. И два подряд дежавец дернул. Не может быть такое, чтобы подряд. Значит, кто-то кого-то спугнул. Теперь самое главное нам дождаться на балансирка. Живцов у меня немного. Я и не буду ловить. Потом уж проще будет купить. Я все же хочу сегодня больше упереться в махалку. И вот так потихоньку я их буду выставлять правильно. Ну, что-то не раскручивает. Можно подождать. Есть. Щука. А, тоже мелкая. Вот, и полетел карасик. Так, надо крупнее. Я ж не просто так сюда приехал. Так, хоть не убила. Да фиг знает. Попробовать можно. Самое интересное, сейчас вообще клево нет. Не то, что ножи и плецы балансира. Вообще без мотылка молчит у многих. Потому что народ ходит. А народу сколько? Ну, человек 8-9. Все ходят. По клевок вообще нет. Наверное, все же влияет. Полноудие, вот как видно, да? Ну, я в особо приметы не верю. Но, может быть, имеет смысл верить в такое дело. А в какие приметы вы верите? Напишите в комментарии. Во, хоть не вылетел, хоть один. Только что-то не мотает. Но это, наверное, большой окунь. Но подождать все равно имеет смысл. Есть плит. Было. Под сей большой окунь. Так. Пришло время менять приманку. Я думаю, с балансира. Сейчас перейдем и не ратлин, и не балансир, а силикон. Поставлю вот такую. Хотя вот, желтенькая. СМСка называется. Как Женя говорил, отправим СМСку щуке. Но там, получается, надо больше покачивать ее. Вроде вибрация есть небольшая при подъеме. Честно, еще на такой тип приманки не ловил. Но надо начинать всегда с чего-то. И чем удобно, вот этим делом ловить, удобно в самом коряжнике. Потому что в сторону она не уходит. Все под лункой происходит. Ну, хорошо мотало прямо изначально. Я прямо увидел. Эту также надо будет заправить нормально. Но не хочет крутить. Сидит, наружует. Хотя вон, забирает, 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 забирает. Есть. Ну, чуть-чуть покрупнее. Вот. Уже грамм 800. Прикольно. Ну, я уже воодушевлен. Третий на сегодня. Но лучше бы клюнуло. Вот на это дело. Так. Где мои поклевки все? Хочется очень еще поймать кого-то. Третий на сегодня. Правда. Вон что-то попалось вроде нормально. В общем точно так же, как и летом, когда я ловлю и ловлю убираю, я без отцепа никуда, даже потерял удочку, ужас, и зимой на балансиры, когда ловишь на балансиры, на ратлины, то же самое надо. Обязательно с собой отца брать. Иначе больно накладный получается рыбалка. Все, готово. Интересный момент у Славы, у нее работает только две жерлицы, но уже и поймал, сколько уже, пять штук. То есть что-то там видимо привлекает щуку, вот она там и сидит. А у меня вообще молчат. Вот, к сожалению, рыбалка закончилась. Что по итогу сегодня? Ну, сложная рыбалка, сверхсложная рыбалка. Почему? Изначально еще клевала, а потом просто как все обрубила вообще. Последние три часа даже и поклевки не вижу. Что по итогу сегодня? Одна на балансир, все-таки дождался наконец-то, хоть и неправильно вытащил. Ну и штуки три или четыре нажерлицы, я честно уже не помню. Как видно, все затянуло просто, ну вот, видите. И мне кажется, вот именно из-за этого и не хочет клевать. Следующие рыбалки уже, я думаю, будут в других водоемах. Там будет у меня разведка. В общем, посмотрим. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.